Песня Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы опять в программе «Давайте поговорим» с вами встречаемся. И если программа «Давайте поговорим», то уж давайте и будем разговаривать. Вопрос на какую тему? Сегодня у нас в теме будет вопрос и ответ на этот вопрос. Вот так. Хорошо. Что за вопрос и что за ответ? Хотя нет, ответы потом услышал. Сначала вопрос. У нас передача вышла и тут же сразу комментарий пришел. Передача была «Какому Богу молиться?» А комментарий такой. Валентина Ефремова написала нам. Вопрос. Я крещеная христианка, а в душе мне близки славянские боги. Надо ли как-то раскрещиваться? Ну а теперь, как бы, небольшое вступление от меня. Просто сейчас появилось большое количество деятелей, которые работают по принципу «снимаю с глаз и вешаю на уши». То есть, если есть спрос у людей на какую-то проблему, то, соответственно, его надо тем или иным способом. И тут, я думаю, слово «удовлетворить» будет самым правильным и в ранешном смысле, и не в ранешном. То есть, взять у людей денюжки и дать им какой-нибудь, так сказать, вариант решения этой проблемы, и не факт, что он окажется правильным. И вот, для того, чтобы попытаться, так сказать, методом тыка через интернет в сеть найти ответ на этот вопрос, я вот увидел поисковик и нашел небольшую методичку, как это сделать. Причем это было написано на сайте, посвященный славянской тематике. Итак, можно я вкратце это дело зачитаю, а потом ты выскажешь свое мнение? Давай, конечно, зачитывай. Да, и самое главное, люди, дорогой наш народ, прошу сразу то, что я читаю, не считать истиной в последней инстанции. Это просто информация для ознакомления. А дальше мы уже будем с ней пытаться понять, какой-то есть в ней смысл или нет. Итак, информация такая. Раскрещивание проходит следующим образом. Если у человека осталась крестильная рубашка или крестик, перед раскрещиванием их нужно одеть. Если рубаха маленькая, то можно просто во время обряда держать ее в руке. Если нет ни того, ни другого, можно просто одеть старую ненужную рубаху. Недалеко в стороне от основного круга человек усаживается на колени. Тот, кто его раскрещивает, задает вопросы, а человек на них отвечает. Ну вот я попробую с дикцией маленько так зачитывать, чтобы лучше доходило. Отрекаешься ли ты от церкви? В ответ желательно сказать «отрекаюсь». Отрекаешься ли ты от христианской троицы? Отрекаюсь. И от Егобы отрекаешься? Отрекаюсь. И от Христа отрекаешься? Отрекаюсь. И от Святого Духа отрекаешься? Отрекаюсь. И от Матери Христа отрекаешься? Отрекаюсь. И не наложишь ли боли на себя крест смерть несущий? Не нанесу. И не встанешь боли на колени пред бога незаворскими? Не встану. И тверд ли ты в решении своем? Тверд. После этого вокруг него ножом, либо топором проводится по часовой стрелке круг. Круг замыкается. И после этого начинается сам процесс, который должен проходить в определенной последовательности. Сначала с помощью ножа или топора человеку обрубают связи с христианским эгрегором. Кто не знает, что такое эгрегор, мы только про этому поводу передачку писали. Необходимо представить и почувствовать эти связи. Лучше всего их визуализировать, как нити веревки или паутину, прикрепленные к человеку. Эти нити необходимо обрезать от человека ножом. После того, как связи отрубили, необходимо открыть человеку, в кавычках, родничок, энергетический центр на макушке головы. Закрывая от скобки, правой рукой нужно залечить те места, с которых снимали волосы во время пострига. В скобках мысленно, по салоне, через правую руку послать луч света на эти места. Закрывая от скобки. Потом от родничка, в кавычках, отрезается к кавычке, закрывается ножом канал, которым он, как поповинный, прикреплен к эгрегору. Далее необходимо снять печати, которые накладываются на человека при крещении. Печати находятся на лбу, глазах, губах, ушах, груди, руках, ногах. Их необходимо снять с энергетического поля человека. Лучше это визуализировать так, как будто счищается кожура с яблока. Это действие лучше производить тоже ножом, в скобках, а тот топором неудобно. Скобки закрываются. Потом с человека сдирается с помощью ножа рубашка и разрывается цепочка на крестике, в скобках, если таково имеется. Закрывая от скобки. Крест с рубахой бросаются в огонь. Когда рубаха начинает гореть, с помощью палки ее надо вытащить из костра, отнести подальше и затоптать как следует. Следующий шаг это снятие помазания с тела. Ножом снимается помазание с соуба, груди, ушей, рук и ног дальше. После этого раскрещивающий спрашивает. «Отрекся ли ты от Христа?» И в ответ следует сказать «отрекся». Готов ли ты предстать пред природой родной и богами русичей? Готов. Ну и вот после этого вроде уже ты вообще готов. Ну а теперь интересно послушать твое мнение по этому поводу. Вот ты так хихоньки-хахоньки все это подал, так с декламацией и с некой игрой профессиональной. А ведь вопрос-то очень серьезный. Очень серьезный. Во-первых, здесь надо разбить это действие на несколько этапов. Первый этап – это получение согласия от человека, который пытается выйти из эгрегора и перейти в другое какое-либо состояние, подчинение или независимое представление об этом мире. То есть вот разговор, который вначале, до начала всех дел здесь производился, это настройка, получение согласия. Некоторые моменты здесь звучат несколько жестковато. Я думаю, что кто-то скажет, очень жестко здесь звучат. Но автор так решил написать, и это его право, поэтому здесь даже обсуждать не буду. Если он считает, что так надо делать, он так делает, это с его точки зрения нормально, хорошо, пускай так оно и будет. Потом дальше идет сам обряд. Обряд очень простой, понятный. Это принцип деревенской магии. Также работают все ведуны, все ведмаки, ведьмы, которые занимаются заговорами в действии. То есть визуализация того, что якобы есть, представление и прочувствование того, что есть. И после этого, опять же, при помощи острого предмета, уборка того, что было наложено. Это несложный обряд, который достаточно просто проводить человеку чувствующему, видящему или с хорошим воображением. И продолжение, третья часть, это закрепление обряда. То есть все по схеме введения, действия, закрепления. То есть бытовая магия. Что теперь касаемо нужно это делать, не нужно это делать. Для тех людей, которые привыкли ощущать что-то, видеть что-то, для них такой обряд, наверное, будет очень важным. Потому что они привыкли, когда есть какое-либо подтверждение, какое-либо действие. Хорошо это или плохо, я не знаю. У каждого свое представление. Все мы уникальны в чем-то. Поэтому, опять же, комментировать я не имею права. Для кого-то хорошо, для кого-то это нехорошо. Далее необходимо представлять, а куда вас переводят после свершения этого обряда. Вот это, наверное, самый главный вопрос. Вас окунают в какой-то новый игрэгр. Под видом выведения из-за чего-то, на ваш взгляд, нехорошего. Или все-таки вас направляют к своему роду. Вот это самое главное. Недостаточно выйти из одной двери. Необходимо еще понять, в какую другую дверь вы войдете. Потому что сейчас очень модно стало под видом славянства, под видом русскости людей заманивать в различные направления, которые очень и очень далеки от исконно славяно-русских, славяно-арийских традиций, знаний. То есть очень много появилось людей, которые в это играют, или которые нарочито, зная, что они делают, кого-то втягивают. Это очень важно осознавать. И прежде чем обращаться к кому-то, вы должны понимать, кто перед вами, к кому вы обращаетесь. Иначе может случиться такое, что вышли из одного то, что вам не нравится, и вошли в другое, что еще хуже может быть. Если вы это не будете учитывать, то проблемы могут быть в дальнейшем. И очень-очень серьезные. С такими вещами играть нельзя. Необходимо, чтобы тот, кто проводил этот обряд, был сам по себе чист, он не занимался чернухой, и он выступал не просто от имени рода, не просто от имени предков ваших, а чтобы он осознавал это, понимал, и чтобы его поддерживал род и поддерживали ваши предки. Вот это важно. Я думаю, что этот момент я осветил. Если у вас будут какие-то мысли, соображения, пожалуйста, пишите. Будем дальше обсуждать. Тема очень интересная. Главное здесь без фанатизма. Главное относиться к этому вопросу как-то попроще, чтобы не вызывать на себя огонь, не поддергивать кого-то для того, чтобы на вас нападали, и чтобы вы никому не мешали. Потому что когда вы переходите на сторону божественного, то в этом случае вы никому особо мешать-то и не будете. А вот если вы, думая, что перешли на сторону божественного, кому-то мешаете, это означает, что вам только кажется, что вы на стороне божественного. Почему я так говорю? Потому что боги здесь все создавали. И они просто не могут никому мешать. И если вы на их стороне, вы тоже не будете мешать. А вот если вы пытаетесь на кого-то нападать, кого-то дергать, тем самым мешая ему жить на свете, тем самым вы становитесь не на сторону божественную, вы становитесь на другую сторону. Вы превращаетесь в воинственного какого-то субъекта, в каком-либо деянии, в какой-либо секте, то есть части чего-либо, где есть управляющий, есть подчиненные и есть те, на кого агрессия эта изливается. Тогда вопрос, чем вы лучше тех, которые в свое время проводили различные крестовые походы, которые проливали кровь за святое имя Господа, за святое имя Христа и так далее и тому подобное. Ну, чем лучше? Кто-то истинно в это верил, шел, сражался, проливал свою кровь и кровь неверных, а потом, в общем-то, с ранами возвращался домой. Он был счастлив, что освободил что-то там, Палестину, например, от неверных, или гроб Христа освободил от неверных. Но богатство при этом его руками приобретали те, кто его направлял. Теперь та же самая ситуация с исламским миром, когда там начинаются войны против неверных, то есть ответ идет. В свое время накатила волна, теперь идет ответ. Если вы будете продолжать в этом же духе, то в этом случае вы создадите новую волну неприязни, и опять будет братоубийственная война. Нам это не надо, поэтому нужно понимать, кто перед вами, с какой целью он это делает, и что вы из этого получите. Следующий момент. Часто обращаются люди с вопросом, вот меня в детстве покрестили, я хочу пройти обряд раскрещивания. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вы согласие давали на то, чтобы вас покрестили? Говорит, ну как же я мог дать согласие, если меня взяли там, грудного ребенка принесли в храм, окунули, постригли, печати наложили, помазание сделали, и в общем-то все, я даже об этом не знал. И потом, как игрушку, мне дали крестик, я с этим крестиком играл, и в общем-то все, что я знал о христианстве. Иногда я приходил в храм, потому что туда ходили мои родители. А сейчас я осознал, что это мне не близко, я хочу все-таки что-то познавать свое древнее, свое родное. И в общем-то встал вопрос, а как быть? В таком случае я задаю вопрос вопрошающего. Скажи, пожалуйста, но если ты не давал согласия, каким образом тебя можно было покрестить? Ты же не животное. Вот животных, да, метят, татуируют, ставят на них какие-то клейма. Но ты же не животное. И если на тебе физического клейма нет, если это клеймо печати были поставлены ментально, то есть мыслительно, значит мыслительно их можно снять. Принцип доброволия никто не отменял в этом мире. Вообще, вот это для меня истина в последней инстанции. Если вас без вашего согласия кто-то назвал кем-то, это не означает, что вы таким стали. Вы себя можете назвать как угодно и чихать вам тысячу раз на того, кто что-то про вас говорит. Вы не тот, как вас называют, вы тот, кто вы есть на самом деле. Поэтому в случаях, когда неосознанно человека ввели в какую-то якобы религию, не нужно здесь проходить обряды раскрещивания там или еще какого-то обряда. потому что вы не давали свое согласие. И все эти якобы поставленные печати, они сразу же отваливаются. Все есть мысль. Вы в долг там не брали. Вы ничего не должны той структуре. А они перед вами в долгу, потому что они поступили так, как не должны были поступать. Они нарушили ваше право свободы воли, свободы выбора. В этом случае долг на них. Вы не должны. Единственное, что вы можете сделать, это отпустить тех, кто это делал. Отпустить. Сказать, люди, скорее всего, по невежеству это сделали, не спросив меня. Ну что ж, это было их решение. Я на них зла не держу. Я отпускаю их с миром. Если это их жизнь, пускай они своей жизнью живут. У меня другая жизнь. Я живу в этой жизни. Тем самым вы не нарушаете баланса доброволия. Тем самым вы не вводите в этот мир новую волну грязи, противостояния, противоборства, а занимаетесь своими делами, которые вам нужны в жизни. Поэтому еще раз подвожу черту, итог под этим рассуждением. Если маленького ребенка без его согласия как-то назвали или что-то сделали, какой-то обряд, то в этом случае, осознав в возрасте уже, что было сделано, человек имеет полное право освободиться от этого. Поскольку мыслью это была сделана, то мыслю и также можно освободиться. Если человеку необходимо какое-то подтверждение, ну вот там же был ритуал какой-то, хотя ритуалом вряд ли можно назвать, все-таки там обряд был. Если там был какой-то обряд, то в этом случае вы также можете провести обряд сами с собой или попросить своего знакомого, чтобы он вот примерно так же, как было описано в той статье, сделал. То есть представить себе те нити, которые есть, представить те печати, которые есть, и просто их напросто с себя снять. Можно также развести огонь, можно эти печати положить на какой-то предмет, рубаху, ткань какую-то, завернуть, бросить в огонь. Не обязательно даже топтать, просто проститься с этим. И когда вы с себя это снимаете или от себя отнимаете, бросаете туда, просто вместе отдайте все, что у вас накопилось. Человеку здравомыслящему, в принципе, даже такие обряды не нужны. Он просто понял, это не мое, меня это не касается, потому что я на это волю свою, слово свое не давал, волю не проявлял. Есть свобода воли. Если чуть-чуть не хватает представления, то тогда включайте визуализацию. То есть вот эти вот ножи, топоры, какие-то ткани и так далее. Это ваше дело. Это неплохо, нехорошо. Если вам это помогает, то пускай помогает. Но самое главное, еще раз, осознавать, куда вы направляетесь. Куда вы движетесь. Вы движетесь в то, что себя называет родным? Или вы движетесь в то, что родное? Надо понимать, что будет дальше. Куда вы себя направляете. Святое место пусто не бывает. Выйдя из одного, вам необходимо войти куда-то. Вернуться к родным своим богам, в родную веру, или какую-то чернуху под названием родной веры. Сейчас выбор огромнейший. Можно выйти из одного, что вы называете чернухой, и войти в другую чернуху. Заметьте, я не называю никого чернухой. То есть я не указываю пальцем, вот это чернухой или вот это. Я просто говорю, что это есть. И вы можете называть, как хотите. Вопрос, куда вы придете, куда вы направите свои мысли. Что вы дальше будете делать? Первичная мысль, вторичное дело. Если же вы добровольно входили, то вот тут несколько сложней. Иногда даже такие ритуалы и обряды, раскрещенные, так называемые, не помогают. Не помогают в каких случаях? Когда человек делал это из-за страха, в первом случае, и во втором случае он это делает тоже из-за страха. Вот если в вас находится страх, то вы раб. Раб живет в страхе. Об этом мы тоже уже говорили и приводили доводы, почему это именно так. У свободного человека, у вольного человека страха нет. Он живет своей жизнью. Страхи только предохранители. Поэтому если вы там делали из-за страха и здесь делаете из-за страха, то в этом случае тогда даже вот такие обряды, ритуалы могут мне помочь. Если вы это делали тогда осознанно, но ваше осознание строилось на ложных каких-то доводах, ну кто-то вам что-то рассказал, и вы оказались легковерным человеком и поверили в это, и вы на самом деле стремились к свету, то в этом случае достаточно просто мыслительно сказать «благодарю, я больше не нуждаюсь в этом, я взял оттуда все, что можно взять и оттуда выйти». Если вы хотите прибегнуть к какому-то обряду, ритуалу, раскрещиванию, то, пожалуйста, никто вам не запрещает. Но первично еще раз говорю мысль. Если вы пытаетесь из-за страха оттуда выйти и войти куда-то в новое место, то с вами будет то же самое. Вы все равно, как раб, будете тянуться к хозяину, будете все равно тянуться в какую-то локу после смерти, предоставленную хозяином. Вы будете все равно чьей-то батарейкой. Страх – это энергия, исходящая из батарейки, и она управляет вами для того, чтобы этой энергии было больше. Но условия, как мы уже говорили, создают некие другие сущности для того, чтобы как можно больше страха у вас было. Поэтому, если вы из-за страха туда вошли, из-за страха оттуда выходите и из-за страха входите куда-то, вы просто меняете рубашку, шапку, сапоги, но вы остаетесь тем же, кем и были. Ни к чему хорошему это не приведет. Несмотря на все обряды, только осознанность, только отсутствие страха. Поэтому делайте выводы, избавляйтесь от страха, верняка, не избавляйтесь, переводите его в другое состояние. Становитесь осознанным человеком, а не просто чьим-то рабом чьих-то рассуждений, то есть ведомым на веревочке светлое будущее. Тут получается вот такой момент, Алексей. Сначала поясни, ты употребляешь слово лока. Я думаю, не все понимают смысл пояснения это слово. С твоей точки зрения, что это такое? Есть слово локальный, иностранный, которое когда-то произошло от слова ловушка. Лок, локон, ловушка, ловить. Лока это то, что в каком-либо месте пространства было создано для помещения кого-либо. Поэтому есть локи различные, есть локи христианские, иудейские, исламские и прочие-прочие-прочие, кришнаитские, буддистские, в общем, огромное количество. Лока это продолжение игрегора. Только игрегор на физическом уровне управляет людьми через ментальное пространство, через полевое, силовое. А лока это уже продолжение, куда из игрегора, когда человек умирает здесь, он переходит в локу. То есть по сути это продолжение игрегора только для нефизических тел. То есть игрегор связан через ментальность, через мысли, с физикой, и поэтому здесь игрегор он управляющий. А когда физика уходит, то через игрегориальные связи человек помещается в локу. И в локе он является батарейкой. Батарейкой, которую используют для своих целей те, кто усиливал игрегор на земле, кто эту локу поддерживает. И если у вас при жизни есть желание находиться в каком-либо игрегоре, который вам помогает, то в этом случае знайте, что игрегор в данном моменте выступает как банк, дающий вам в рост. И потом эти долги вам придется отдавать. Вы уже из физического тела вышли после смерти. И вам физикой отдать уже невозможно. Вам придется отдавать чем-то другим. И неважно, как вы будете называть эту локу, раем, адом или еще как-то, вы там будете заниматься делами обычной батарейки, которую используют для того, чтобы возместить те траты, которые при жизни на вас были потрачены. Если мы говорим о родном, о рода Божии, то в этом случае лок там нет. Там есть золотой путь восхождения души, духа. Там есть путь становления. Когда вы не помещаетесь в какую-то локу, а проходите какую-то инстанцию очищения, не ад, очищения, как баню, смываете из себя то, что вам не нужно, и переодевшись в чистые рубахи, предстаете перед своими предками, богами, и дальше вместе с ними решаете, куда двигаться, где жить дальше. Возвращаться в свой исконный мир, или проходить обучение на новых землях, в новых телах, с новыми измерениями, с новыми задачами, судьбой и роком. Либо вернуться опять сюда, для того, чтобы здесь доделать то, что вы не доделали. вот примерно так, чтобы особо не усложнять. Поэтому еще раз, славянского, славяно-арийского, славяно-русского, исконного эгрегора не было, нет и не может быть. Потому что все эгрегоры созданы на горизонтальном уровне вокруг этой земли. Созданы теми, кто вас использует для того, чтобы потом перетащить в какую-то локу и там дальше, заперев, как батарейки использовать. Родные наши родичи никогда не создают каких-то эгрегориальных вот таких зависимостей, чтобы потом не попасть в какую-то ловушку, локу. А для того, чтобы вы становились лучше, чем они, чтобы вы достигали более высокого уровня, усиливая рода, усиливая то, что необходимо для развития всей нашей вселенной, всех наших миров, ну и вселенных вообще, ну и своего мира, в общем-то, откуда вы сюда и явились. Вот это надо все осознавать и понимать. Поэтому, когда кто-то вам говорит про славянский эгрегор, славяно-русский, славяно-арийский, я несколько сомневаюсь о том, что человек понимает, о чем он говорит. И эгрегоры это искусственные образования силовые, мыслительные, которые помогают людям что-либо сделать, но потом берут их в оборот в управлении. Об этом мы тоже говорили и говорили неоднократно. Родные боги этим не занимаются, потому что есть родовой канал, есть родовая нить, есть родовой поток, родовая память, и она связывает на более высоком уровне людей, нежели чем эгрегориальная, вот это вокруг земельки. Поэтому нет славянского эгрегора и быть не может. ну, то есть получается лока это такой загон для вот этих овец, которые при жизни так сказать верят во что-то, то и после смерти их тоже там стригут в этом загоне. И не факт, что потом обратно и сюда отпустят или куда-то еще. Это, так сказать, по правилам этой игры видать так предусмотрено. Такой смысл? опять же локальность. Локально, да, это некая локализация, то есть ловушка, где те, кто здесь чем-то занимался добровольно, ну, они же высказывают доброволье, да, я хочу туда войти, добровольно после смерти помещаются в ту ячейку, где как батарейка они будут отрабатывать. Мне не нравится эти сравнения там овцы, козы, пасти. Это сейчас и так употребляется, и на официальных уровнях везде, поэтому сейчас будем от этого уходить. Но они же еще и при жизни как батарейки являются. Люди, которые находятся в эгрегорах, они как батарейки уже являются. Но при этом им дается что-либо. Вот обрати внимание, первый признак того, что человек находится в эгрегоре, это когда человек обращается куда-либо к высшим инстанциям, как ему кажется, за какой-либо помощью. Дайте мне счастье, дайте мне здоровье, дайте мне мужа, дайте мне жену, дайте мне денег, дайте, 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 дайте. Это первый признак того, что человек помещен в некий эгрегор. То есть ему за эти дайте на физическом уровне придется потом рассчитываться. Где? Но физики у него больше не будет, физического тела у него больше не будет. А он же здесь получал, ему дали в рост. По той же самой схеме, которая сейчас в банках здесь работает, она одинаковая схема, она проявлена так же. И потом придется это отдавать. Чем вы будете отдавать? У вас уже там ни золота, ни серебра, ни одежи, ни шмоток, ни машины, ничего у вас там нету. Чем вы будете отдавать? Отдавать надо. Долг платежом красен. И во всех черных и серых мирах это самое-самое главное. Принудительный долг. Там есть свои вышибалы, которые, как это называется, когда вам каждый день звонят, ты нам должен, ты нам должен. И будут из вас выбивать этот долг. Ты в банке брал, брал, расписка есть, есть, все, теперь это нам должен. Только должен не 100 рублей, а 100 миллионов. Почему? А вот потому такие условия. Ты же согласился, согласился. У тебя физики нет? Нет. Будь добр тогда 100 миллионов отдавать на другом уровне по другим законам, принципам. Бытия, законы, принципы отдачи те же самые. Бытия имеется в виду. Энергетические, не физические. А это батарейка. Вот поэтому и были созданы структуры, которые здесь заманивают людей для того, чтобы потом помещать их в локу. И самое главное, раб никогда не должен ощущать себя рабом. Раб должен себя чувствовать свободным человеком. Единственное, что разрешается рабу, это переходить от одного хозяина к другому, об этом мы тоже говорили. Нести в руках свою цепь и говорить, новый хозяин, возьми, возьми, вот он, я на цепи, я хороший, я дома не какаю, не писаю, я на улицу хожу. Меня только надо выводить на улицу и кормить меня надо. А дальше я буду и гавкать, и на задних лапках танцевать, что угодно сделаю, только корми меня, гладь, играй со мной и давай мне то, что нужно. Вот примерно из этой же серии. Что тебе еще сказать про остров Сахалин? Когда ты начал говорить про, как это называется, когда по телефону тебе звонят, это называется интимные отношения, но правда ты в этих отношениях никак ведущее звено используешься. А теперь вот в начале, когда я зачитывал этот текст, действительно я тут так сказать поерничал. А почему поерничал? Ну, во-первых, прошу прощения, если кого-то я там этим делом как-то обидел, а поерничал я вот почему. Есть такая история, она полушуточная, полуправдивая, как в деревеньке в какой-то давно не было дождя. И вот, чтобы этот дождь пошел, вызывали кого-нибудь опадем. Шаманов приглашали, там попы приходили, кто только не приходил, но в итоге сохнет все, сохнет, дождя нет. И потом отобратились к одному дедушке, очень пожилому, который где-то жил в стороне, он сказал, хорошо, я приду, но пусть все придут, включая те, которые у вас шаманили и так далее. И просьба никаким образом не смеяться, никаким образом не проявлять по отношению к тому, что я делаю, каких-то эмоций. Сказали, хорошо, народ пришел, собрался, пришел этот дедушка, а еще место такое выбрали, чтобы его хорошо было видать, расположились все по стороне, он на холмик поднялся, приспустил свои портки, пару раз пукнул, портки надел и ушел. После этого пришли тучки и пошел дождик. А когда его кто-то остановил, сказал, старче, а как так получилось, что вот они и так и сяк, и не так, а ты раз и все. А он сказал, не важно, что ты делаешь, а важно, как ты делаешь. Поэтому с уровнем осознанности достаточно. тебе не надо будет вот этот весь антураж. То, что вот Алексей тоже говорил, как бы с одной стороны ссылаться на мнение других, это может признак детства быть, но в этом случае мне этот пример нравится. Алексей говорит, на мне нету никаких там оберегов и того подобного. То есть все-таки значит дело не только в оберегах и не только в красиво оформленных каких-то обрядах и представлениях. Благодарю тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю богам нашим, светлым предкам нашим славным за все это пояснение. Будь добру. Ну что ж, благодарю тебе за то, что поднял эту тему. Еще раз от себя подведу итог. Если вам необходимо проведение каких-то ритуалов, каких-либо обрядов для того, чтобы от чего-то избавиться, проводите, пожалуйста. Но только вы должны понять, что за каждое действие вам придется чем-то платить. Это первое. Чем вы за это расплатитесь? Ведь кто-то другой принимает решение, как проводить ритуалы. Кто-то другой проводит эти ритуалы, эти действия. Значит, придется платить тому, кто это сделал, или тому, кто стоит за его спиной. Второе. Необходимо понимать, а кто стоит за его спиной. Куда эти действия вас будут направлять? Они вас приведут из одного пламени в другое пламя, из одного болота в другое болото, или все-таки они вас выведут на путь чистый, к светлому будущему, вашему? Это очень и очень важно. иначе какой смысл откуда так, что вам не нравится, переходить в другое, что вам тоже будет не нравиться? Вы будете на уровне раба, вы переходите от одного хозяина к другому хозяину. То есть в любом случае первое, что необходимо, это осознанность, осознанность своей жизни, видовство, вы должны ведать то, что делаете, и то, что делают другие. Вот это очень и очень важно. Если вы не будете ведать этого, вы будете раб, который всего боится, и который от одного хозяина бегает к другому. Этот не понравился, я пойду к другому, и буду теперь ругать того, от кого ушел. Теперь этот не понравился, я пойду к третьему, и буду ругать второго, потому что от него ушел. Это рабская идеология, рабский подход к жизни. Переставайте быть рабами. Вольному человеку не нужны какие-либо обереги, не нужны какие-либо хозяева. Вольный человек – это осознанный человек, осознающий, кто он на этой земле, и через это он достигает того, кем он должен стать. Вот я вам желаю быть всем здравомыслящими, вольными людьми, как и положено нам всем от роду. Желаю всем добра. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять. Быть добру. Увидимся и услышимся. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Редактор субтитров Корректор Народное